Всем добрый день! Сегодня я бы хотела непосредственно поговорить о таком продукте, как омла, который мне прислали с сайта Мыльные Ягоды. И есть в этом необходимость, потому что я уже отсняла несколько роликов, где у меня есть рецепты с омлой. И вот даже у меня орешки омлы уже настаиваются на оливковом масле. Но не хочется вам показывать, просто я потом все соединю. Вот еще буквально неделька, то сниму до конца ролик, и у нас будет потрясающее масло. С омлой, то есть настойное на омле, для укрепления волос. Ну и чтобы каждый раз не повторяться, мне бы хотелось буквально несколько фраз таких сказать про омлу. У меня она в порошочке осталась. Здесь, ну вы уже видели, когда я крашивала волосы, я добавляла омлу. И, кстати, сразу скажу, вот у меня буквально второй день новой покраски, уже новый рецепт, вы его увидите, где присутствует омла, басмах, как в первоначальном варианте, но и куркума, необычный такой ингредиент. То есть все, сюрпризов много. Так вот, про омлу. На самом деле омла или омалаки, в общем-то разные названия, но нам известно еще как индийский крыжовник, это растение, которое уже не одну сотню, даже тысячелетия, используется в аюрведической практике. И входит буквально в золотой ряд растений и аюрведы. Поэтому у индийских женщин и у врачевателя-айюрведистов уже достаточно большой опыт применения омлы внутрь. Потому что вот буквально это растение называют эликсиром молодости, жизненный тоник. Ну, в общем-то, столько эпитетов и синонимов. К сожалению, такой возможности применять вот этот самый индийский крыжовник в чистом виде, в свежем виде у нас нет. Но, слава Богу, что у нас есть всевозможные порошочки, маселки и всевозможные косметические ингредиенты, где присутствует омла. Поэтому омла сейчас высоко начинается цениться в косметологии. И в дерматологии, да в принципе, весь этот опыт, который есть у индийских женщин, он доступен теперь и нам. И омла ценится в косметологии как средство мощнейшее для омоложения и как мощнейший антиоксидант. Поэтому мы с вами будем делать еще масочки по уходу с омлой. Посмотрите на результат. Это один нюанс. Ну, а второй нюанс, вот за что очень ценится омла, это, конечно, в плане ухода за волосами. Она настолько укрепляет волосы, что, ну, происходит просто потрясающее преображение. Я уже говорила, что когда вы применяете омлу, у вас, вот для меня насущная проблема, это седина, да. И когда вы используете омлу в средство для укрепления, ну, я в качестве окрашивающего средства, вы спустя какое-то время замечаете, что у вас количество седых волос в чистом виде становится меньше. И это так. Это один такой момент. Дальше омла широко применяется в аюрведических красках для волос. Во-первых, она и укрепляет, мы уже об этом сказали, и она придает волосам медноватые оттенки, красноватые оттенки. Поэтому я, когда, допустим, стала применять омлу в окрашивании, мне появилась такая краснинка. Ну, для кого-то это может быть оттенок пожилее. Для меня спелая вишня, махагоновый такой, да. Но она скрывает вот эту желтизну, которая образуется чисто после окрашивания хной и басмы. Это такой момент. Дальше омла широко ценится для, точнее, в процессе лечения с перхотью. И у меня следующий ролик будет, это применение омлы с куркумой именно для лечения перхоти, для укрепления волос и для лечения перхоти. Поэтому у нее еще такой вот замечательный эффект, это анофод средства для борьбы с перхотью. И, безусловно, как мощный антиоксидант, она великолепнейшим образом укрепляет наши волосы. Просто замечательно. Она настолько хорошо стимулирует луковичку нашу. Во-первых, она предотвращает все негативное воздействие факторов внешней среды. Начиная от избыточного солнца, когда у нас пересушенные волосы. Кстати, омла придает живой, естественный блеск в нашим волосам. И она их оживляет. Вот еще, кстати, какое свойство. Она борется с секущимися кончиками. Если вы регулярно делаете маски с омлой, то заметите, как у вас волосы укрепляются, никаких секущихся кончиков. Живой, природный, естественный блеск. Так вот, я уже сказала, она убирает все негативные факторы внешней среды. От ультрафиолета, допустим, после моря или лета, до сушки феном, до всевозможных нашей краски, химические завивки и так далее, и тому подобное. Но она же еще, это она как антиоксидант работает, но она же еще просто кладезь витаминов, микроэлементов и протеинов, которые питают нашу волосяную луковицу. Поэтому, ну, эффект, это просто надо попробовать. Потому что и волосы растут быстрее. Волосы растут более крепкие. И, кстати, вот лазила на зарубежных сайтах, нашла такую информацию, что после применения омлы количество волос увеличивается, то есть они становятся гуще. Не в плане того, что они вот просто укрепляются, но еще и количество больше. Поэтому, ну, у меня, у меня вот просто дикий восторг. Дикий восторг, поэтому, ну, ну, что тут говорить. Вот будете смотреть, я дам массу абсолютно рецепта. Спасибо еще Ананду Сарасвати, моему индийскому другу-монаху. Да, вот он очень много мне подсказывает. Поэтому мы с вами, мы с вами сделаем, ну, очень много разных, доступных, доступных, причем омла весьма доступный продукт по стоимости, наверное, базмы. Но, к сожалению, пока еще на так у нас не открыто, не открыто. Вот, поэтому будем с вами дерзать. Ну, вот ждите буквально следующие ролики, где уже мы с вами будем делать рецепт от перхоти. Да, и я покажу новый вид окрашивания волос, вот, в котором принимала непосредственно участие. Вот эта еще скотина мешалась мне, вот, как всегда. Ну, ей очень нравится, очень нравится омла. Поэтому, если у вас был дома где-то из домашних животных, берегите продукцию. Потому что вот этим скотинам обязательно хочется влезть, полазить там, поковыряться. Не знаю почему, не знаю почему, но тем не менее. Так что ждите.